Девушки отдыхают 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 Им ждем своей очереди. Ой, это вы. Что значит? Я. Ну, это вы снимались в рекламе, ну, ну, как там ее? Ну, ее все время по телевизору крутят. Красочная такая. Может быть. Вспомнила. Корм для собак. Точно. Вы еще там так смешно тяпкали. Это не мы. Ты же не снималась там? А мы рекламировали сок щедрый, кетчуп густой, молоко нежное вымя, печенье хрустящее, туристическую фирму «Делай ноги», «Банк-банк» и вообще для таких дилетантов, как вы, здесь шансов нет. А-а-а, папа. Так, кажется, придется переходить к плану «Б». Бабушка, что такое план «Б»? Бирать! Дорогие мои, если вас ростопчат, вы погибнете смертью храбрых, как героев! Прочайте! Пауки! Везде пауки! Везде пауки! Ну вот и все. Теперь, кажется, наша очередь. Пойдем, моя солнышка. Вкладывая деньги в боевые фонды банка Хабибуллин и партнеры, вы обеспечиваете себе и своей семье надежное финансовое будущее. Дальше твои слова. Наверное, слишком проникновенно. Пуговка, проснись. Перестаньте меня фотографировать. Размечталась. Вся в меня. Бабушка, а кто такой Хабибуллин и партнер? Как тебе объяснить? Это такие люди, которые дают другим людям много-много денежек. А где они их возьмут? Ну как где? Наверное, зарабатывают. Какие молодцы! Пуговка, давай по сценарию. Давай. Только начинай сразу с бодрым голосом. Мы же не снотворное рекламируем. Стоп! Это не то, что нужно. Это лучше того, что нужно. Скажите, а вы раньше где-нибудь в рекламе снимались? Да. Собачий корм. Ау-ау-ау! Я сразу понял, что у вас есть опыт. Мне очень понравилось, как вы общались с внучкой. Это было так, так естественно. Вы нам подходите. Это я еще не репетировал. Значит, когда я вырасту, у меня будет много денег. Конечно, внученька. И не только у тебя, а у каждого, кто вложит свои деньги в паевые фонды, банка, Хабибуллин и партнеры. А если я не смогу их все потратить? Тогда ты скажешь мне, и я приду к себе на помощь? Обязательно скажу бабушка. Кладывайте деньги в паевые фонды банка Хабибуллин и партнеры. Хабибуллин и партнеры. Счастливая жизнь от мала до велика. Кто не запомнил телефон? Нужно вложить туда все наши деньги. А давайте возьмем копилку Галины Сергеевны. Бабуль, а ты чего такая? Все же хорошо получилось. Вы с пуговкой снова звезды. Не знаю, не знаю, правильно ли я сделала, что снова вкинула Полиночку в этот шоу-бизнес. Опять начнется пресса, поклонники, интервью. А по-моему, немножко популярности никому не помешает. Маша, ты думай об экзаменах. Смотри, глазки заблестели. Антония Сергеевна, можно вас на минуточку, пожалуйста? Скажите, а в рекламе вам настоящие мужчины нужны? Настоящие нужны. Если знаешь такого, пусть позвонит. Зачем нас собрали? У всех нормальных людей ждано каникулы. Нам, наверное, дадут задание на лето. Российские кинзи-каники, например. У меня уже есть задание на лето. Это диван, ящик чипсов и контр-страйк шестой. Что случилось-то? Тебе кто-то сказал, что ты красивая? Нет. У нас вчера была большая церемония. Я закончила девятый уровень восприятия сумерек, и теперь для перехода на десятый высший уровень мне нужно совершить ритуальное жертвоприношение. Ужас. Класс. А кого нужно принести в жертву? Ну, какое-нибудь живое существо. А я не могу. Как подумаю, руки трясутся. Ну, и у батя каждое утро руки трясутся. Вроде пока никого не убил. А нельзя, чтобы это был неодушевенный прибет? Ну, скажем, стул. Лев. Лист бумаги? Нет. По теории сумерек нужна плоть для энергии перехода. Слушай, а это может кто-нибудь за тебя сделать? У меня просто у соседей такой попугай громкий. Нет. Я должна сама. И попугай слишком маленький. Энергии не хватит. А если человека? Ну, человека это идеально, конечно. Вы что, с ума сошли? К чему вы вообще говорите? Купите в магазине курицу, сверните ей голову и все проблемы. Садитесь. Здравствуйте, дети. У меня для вас замечательная новость. Осенью вы вернете в школу и не узнаете ее. Она будет очень чистая и красивая. Но для этого сегодня нам нужно потрудиться. Так что сейчас мы берем тряпки, ведра, швабры и делаем генеральную уборку школы. Я не хочу. А если ее принести в жертву, хватит энергии? Конечно. Еще и останется на 11-12 уровне. Ну так, в работах, значит, принимают участие все, кроме Галины Сергеевны. Самые лучшие ученицы нашего класса. Физические нагрузки противопоказаны. Расскажите, Антонина Семеновна, как вам удается так хорошо выглядеть? Ну, ничего особенного. Ой, простите. Ничего особенного. Все очень просто. Секрет мой в том, секрет мой в том, это мой зять. Зависимый неудачник. Не обращайте внимания. Подъем! Звезда вы наша! А что? Что? Где журналисты? Пойдемте со мной. Я вам покажу, где журналисты. Там столько людей под окнами. Они орут с самого утра. У меня экзамен, а я не могу сосредоточиться. А мне казалось, много славы никому не помешает. Да, Маш? Давайте, идите сюда. Вот полюбуйтесь. 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 Что? Ой, как много людей. Это же уже поклонники. Ой, как шумно. А что это у них на плакатах написано? Я не вижу. Верните наши деньги. Что это за люди? Даруша, верните деньги. Это не к нам. Нет. Ой, ты к мамочку ответу! Какое-то жуткое недоразумение. Или это розыгрыш? Так, ну-ка. Это розыгрыш, да? А! Это обманутые вкладчики, которые уложили деньги вашего Хабибуллина. А он, судя по всему, уложил их в английскую недвижимость. Подождите, подождите. А его партнеры? А партнерами? Видимо, были вы с пуговкой как раз. Ну, все понятно. А почему? Васнецовык к ответу. У вас же другая фамилия. Когда я заключала договор, я написала Васнецова. Ну, как псевдоним, ну, как у звезд. Так, может быть, звезда спустится к своим поклонникам и все им объяснит? Нет. Давайте, звезда, спускайтесь туда. Правильно. Давайте, спускайтесь. А может, не надо? Да поножить не от запасной бабушки. Правильно. Так, я не дам портить жизнь своей семье. Тогда я спущусь. Ну, вы чего? Это ж какую силу надо иметь, чтоб такой кирпич до шестого этажа докинуть, а? Я, пожалуй, останусь. Кажется, нашел. О, точно. Седьмой В-класс, 2005 год. Зачем тебе журнал за седьмой класс? Хочу исправить годовую оценку по русской литературе. Смысл? Она портит всю мою статистику. У меня в седьмом классе по литературе четверка была. Я и спрашиваю, смысл ее теперь менять на пятерку? Почему на пятерку? На тройку. Я же говорю, портит всю статистику. Да, паук. Нет, жертву еще не выбрала. В процессе. Слушай, паук, а таракан не подойдет? Почему? Слишком маленький. Ты бы видел наши учительские тараканов. Конни, а не тараканы. Ладно, пока. Ладно, пойду я. Скучно тут с тобой. Что? Ты мне помочь не хочешь? Хочу. Ну, у меня на физический труд аллергия. Я становлюсь нервным и раздражительным. А на грязной швабре по шее у тебя нет аллергии? А что ты злишься-то? Привыкай. Пройдет еще года два-три и все. И ты смиришься. С чем? С тем, что это естественно. Когда женщина убирает, а мужчина ей не мешает. Так всегда. Было, есть и будет. Пока. Стоять! Ты что думаешь? Я тебе что, Галина Сергеевна? Наивная какая-то, да? Ты ведь знаешь... Э-э-э! Стой! Ты меня дышишь? Эй! Выпусти! Ты ж хотел отдохнуть. Вот и отдыхать там. Я сейчас что сломаю? Попробуй. А я посмотрю, что крепче, шкаф или твоя голова? Выпускай, я темноты боюсь. Привыкай. Это естественно, когда мужчина прячется в шкафу у женщины. Сумма вложений в этого Хабибулина миллион долларов. Значит, реклама была убедительной. Миллион! В общем, так. Я, конечно, не Галина Сергеевна, но тут ничего сложного. Так, папа, если ты будешь работать круглый год без выходных, а ты, бабушка, будешь отдавать нам всю свою пенсию, и так... Через 47 лет кошмар бы закончился. 47? Что я такого сделал? Я же не брала никаких денег. Мы просто снялись в рекламе. Объясните это все людям под окном. А я это так не оставлю. Я буду жаловаться самому президенту. Да какой там президент? Да я до самого премьер-министра дойду. Да идиот она. Вы сначала из подъезда выйдете давайте. Я... Я... Позвоню, может быть, я своему старому знакомому. Может, он знает, как выпадаться из этой ситуации. Артур, ваш знакомый знает телефон премьер-министра? Телефон! Алло. А, привет, паук. Еще нет. Да, я с тобой полностью согласна. Это нетрудно. Прямо сейчас схожу в магазин все для жертвоприношений и куплю кого-нибудь пожирнее. Да нет, я не издеваюсь. Я же говорю, я тебе ищу. Давай. Заносим, заносим. О, ну что ж такое? Хвастницова. Заносите, осторожненько. Ставьте сюда. Так, не заденьте ничего, вычту из зарплаты. Так, значит, этот шкаф у нас из кабинета биологии. Значит, берем тот и несем в кабинет биологии. Да, а здесь мы пишем новый шкаф в учительскую. Ой, тяжелый какой. Тяжелый? Он пропитан знаниями, а ради науки, между прочим, и надорваться не жалко. В общем, через месяц после всей этой истории кости срослись и я выписался из больницы. И у выхода меня сразу же отметелил водитель скорой помощи. Оказывается, он продал свою квартиру на чистых прудах и на все деньги купил акции. Но я не понимаю, при чем вы-то тут? Вы же просто снялись в рекламе, как и мы. Вы просто делали работу свою, которая вам нравится, как нам нравится наша работа. А у нас, так же, как у вас, народ не разбирается. Он кого по телеку видит, тому и верит. Тот потом и виноват. Ну, нам-то что делать? Что? А, что тут сделаешь? Ждать. Долго? Да нет, недолго. Лет семь, восемь, пока появится другая фирма. Ну, мне пора. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ой. Ну что, довольны? Из-за вашей жадности мы лет семь-восемь будем гримироваться. А публику пойду тушим. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ну все, пора с этим кончать. Паук, что ты мне подгоняешь? Вот когда ты переходил на десятый уровень, кого ты принес жертву? Да ладно, ты же говоришь, что ты сирота. А потом стал говорить. Дурак, что это за шутки? Давай, пока. Даша, ты знаешь, где Полежайкин? Его дома обыскались, на телефон не отвечает, родители с ума сходят. Полежайкин, это я! Это мы! Что ты с ним сделала? Он, наверное, проголодался и сам себя съел. Что здесь произошло? Объясните сейчас же. Ну, я, я тут убирала, а он не хотел ей помогать, и я закрыла его в этом шкафу. И теперь я, кажется, перешла на десятый уровень. Это невозможно. Даже теоретически, что произошел переход от ткани к кости, должно пройти, как минимум, несколько лет. А-а-а! Алло! А-а-а! Паук, знаешь что? Переходи сам на свой уровень, понял? А-а-а! Я, кажется, человека... Убила! А-а-а! Сюрприз! Да я... Как хорошо, что ты живой! Хе-хе! Спасибо тебе, Васнецова! Давно ж я так не высыпался! Это тебе! А-а-а! Ко мне эти биологии таких много! Целая стая! Скажешь, что его в жертву принесла! Спасибо! Ты такой умный! А-а-а! То есть, милый! Но я, наверное, откажусь! Мне на девятом уровне хорошо! Не хочу больше никаких жертв! Теперь и они меня знают в лицо! Можно заменить внешность? Те внизу как раз это и собирались сделать! Может быть, выдадим им бабушку? Они от нас отстанут! Да вы что, родные? Да как же это возможно? Стойте! В истории полно случаев, когда целые города выдерживают длительную осаду! Правда, должен быть налажен доступ провизии! Подземный ход или колодец! Под нами пять этажей! Где будем рыть подземный ход? Стойте! Были случаи, когда женщинам разрешали уйти из осажденного города и забрать самое ценное, что можно унести на себе! О! Телевизор! Нет, шкаф! Кресло! Они выносили на себе своих сыновей и мужей! Когласен! Ну, разве что по частям только что! Ой! Кого-нибудь ждете? Я предлагаю сидеть тихо! тогда не подумай, что никого нет дома и уйдут! Еще что? Что я буду сидеть как мышь своей критикой? О! О! Да! Предлагаю установить ночное дежурство по пять часов! Старики, дети меньше! Вы что, и ключи от квартиры всем раздали? Что? Они... А-а-а! Даже инфаркт можно получить! Слава Богу! А-а-а! А-а-а! Слава Богу! Слава Богу! А мы думали, нас штурмом берут! Попробовали мы только! А вы как только увидели вашу рекламу, ну, вот эту рекламу мы сразу поняли, что вам понадобится помощь! Я, если честно говоря, когда увидел эту рекламу, сразу понял, что это очередной развод! Хотя, да-да-да-да-да, реклама была немножко убедительна! Я даже вложил 50 тысяч долларов! Ну, так, на всякий случай! Да, реклама была хороша! Так что, вы можете отдавать своим вкладчикам не миллион, а 950 тысяч! И на том спасибо! Да, Вася шутит! Но он может решить вашу проблему! Ну, это огромная сумма, как мы ее отдадим вам? Хотите домработницу? Навечно! Я не собираюсь отдавать вам никаких денег! А кто же вернет вклады людям? Тот, кто это обычно и делает! Никто! А у кого-нибудь есть часы? Да! А включайте скорее телевизор! Третий лицемер Москвы взял ситуацию под личный контроль и обещает вернуть деньги жертвам аферистов! Красавец! Как вам удалось его уговорить? Это мой одноклассник, он у меня в долгу, вот и пригодился! Да что вы! Смотрите, они все разошлись! Да что ты! Невероятно! Как? Да, вот такой у нас народ, мои дорогие, верят всему тому, что по телевизору говорят! Невероятно просто! Нам пора! Их, мастерство, а ты боялся! Давайте мы вас проводим, а насчет домработницы предложение актуально! Лицо в крестах! Ну надо же, какое чудо! Большое вам спасибо! Огромное! Экстренное сообщение! Только что стало известно, что третий лицемер Москвы подал в отставку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова